Всем привет, с вами Юмилея. Канал Утопия Шоу Топа с ребятами готовит видосик, я это видела у них в телеге. Но пока ничего новенького не вышло, давайте посмотрим старый ролик, который вышел 5 лет назад, кровавый полицейский. Мне сказали, что там какая-то крепота, но окей. Вот только мы научились тому, что нельзя оставлять отпечатки на месте преступления, как появилась свежая история. Как мы уже поняли, идентификация по отпечаткам пальцев и детектор лжи могут быть подвергнуты обоснованной критике. А есть такой способ поимки преступников, который максимально научен и не предвзят. Да, идентификация по ДНК. Такой способ очень и очень точен, но, например, ту же кровь достаточно трудно найти в земле, особенно если преступление было не вчера. Метод ДНК идентификации, разумеется, не был придуман для лоли преступников. В 1984 году Алик Джеффрис, профессор генетики, отслеживая генетические отклонения в хромосомной ДНК, заметил, что ДНК разных людей отличаются и могут быть использованы как паспорт. То есть по ДНК можно идентифицировать. Но логично, что нужно постоянно совершенствовать этот метод, чтобы ловить преступников направо и налево. Именно поэтому ученые начали использовать комаров. Что? Что за пургу вы тупые сучки несете? Да. Кстати, вот тут уже появилась вот эта тема с этим что? И как раз вставка, что за пургу вы несете? Это было 5 лет назад. Все верно, обычных комаров. И первый такой случай был в 2008 году в Финляндии. Там, недалеко от Хельсинки, был украден автомобиль. Исследователи понятия не имели, кто же угонщик. Они обыскали машину, но не нашли совершенно ничего, кроме комара. Жирного такого, обожравшегося, а точнее отпившегося крови. Но раз это единственная зацепка, то он был отправлен в лабораторию для исследования. И что вы думаете? Кровь внутри комара принадлежала человеку, который уже числился в полицейских реверсах. Что? Серьезно? Ну а полицейский, который там был, сказал. Ну вообще это было необычно. Нас же не обучают ловить комаров на задании. А? А? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это я называю полиция юмора. Два моих верных друга Хохотуна. Ну вообще-то их и правда этому не обучают. Я представляю их удивление, когда таким образом все равно удалось найти преступника. Как ловить комаров? Алло, срочно приезжай в лабораторию. Нам привезли комара, из которого надо достать кровь и опознать преступника. Великолепно. Ой. Другое дело, что этот подозреваемый не признался. Но это уже его проблемы. Не надо было машину воровать. Ему что, на проезд не хватало? Он что, не мог, как все нормальные люди, если им на что-то не хватает, просто вежливо у кого-нибудь попросить? Или заработать самому дурак? Что с него взять? Но это все лирика. История на этом... Это такая быстрая реклама была? Не заканчивается. Группа специалистов в Японии в 2017 году, в этом году, предложила использовать новый метод анализа. Изучали комаров этих двух видов. Они часто встречаются на улице с Майя Панаярой. Их часто находили при осмотре место преступления. Ученые нашли добровольцев, которые согласились быть укушенными. А потом они безжалостно убивали этих комаров спустя каждый час. А все для того, чтобы понять, насколько долго кровь внутри комара может сохраняться, чтобы ее можно было использовать для поиска преступников. Выяснилось, что кровь переваривается полностью только спустя три дня. И даже на... Три дня это довольно большой срок. Хотя комар же за это время улететь с того места может. В следующий день после укуса можно взять образец ДНК совершенно без проблем. Пау-пау, преступники! Офицер Комаровский теперь будет за вами следить. Мне, когда советовали этот видос, сказали, что будет история про полицейского, который выпивал кровь. Теперь понятно, на ком шла речь. Я просто представила немножко кое-что такое. Поговорим, что он вампир. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE. И там были предоставлены все материалы и методы. Оааа, я не могу понять. Мы так долго не можем найти этих угонщиков. Все, что мы находим на месте преступления, это комары. Это знак. Думаешь, о том же, о чем я? Комары, это и есть угонщики. Окей. Вау. Согласитесь, это очень интересно. В борьбе с преступниками все средства хороши. Блин, очень жестко тут микрофон прям. Сэ-сэ-сэ вот эти вот звуки. Режет слух. Ну это в принципе сколько лет назад-то было. Кто знает, где был этот комар и каких бомжей он кусал перед тем, как прилететь на место преступления? В этом загвозке... Я все время об этом думаю. Невозможно ли такое, что вот больного человека укусит комар, этот комар укусит себя, не передается ли таким образом инфекция? Ну есть же малярины и те же самые комары. Наверное, через них передается инфекция, так скажем. Да, вот обычные, которые у нас летают, это так работает или нет? И опять могут сесть не те, кто должен. В этом проблема этих расследований. Я уж очень надеюсь, что преступники ну совсем тупые и никогда не найдут это исследование. Потому что если они его найдут, то будет примерно вот такая картина. Они собираются на дело, там чемодан открывают, такие. Пистолет, значит, взял. Маску взял. И спрей, да? Чуть не забыл. Конечно же, хлопушка. Нужно же главных свидетелей убирать? Но нарушать закон не надо. Еще раз говорю. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот маленький факт. Теперь, когда вы будете гулять с друзьями и кто-нибудь хлопнул комара, и вы сразу начинаете. Да ты хоть знаешь, для каких целей мог использоваться этот комар? И они такие, что, для каких целей используется комар? Ну, конечно, вы не знаете. И тут факт. С кем я общаюсь? Не, ну... Подписывайтесь на канал. Уже давно. Я лично, даже учитывая этот факт, все равно буду продолжать убивать комаров. Потому что они причиняют мне дичащий дискомфорт. Я вот в телеге показывала ногу, что у меня с ней случилось после множественных укусов комаров. Они постоянно вкусывают все меня все лето. Так что, не обессудьте. Пощады от меня им не будут. Потому что, если я вижу какого-то комара, думаю, ну ладно, улетит куда-нибудь, забивая на него хрен. И я с утра просыпаюсь, мне просто вот тут где-нибудь укус на ногах укусит. Так что, ну, нафиг. Интересно, конечно, время от времени посматривать старые видосы с Килл Папин Шоу. Но я жду новые, новые ролики. Потому что ребята так долго готовят материал. Ну, а тебе большое спасибо за просмотр. Удачи. И пока.